У нас тут первое приключение. Далось две палочки на 60 километров лишних. Вот и все. Доброе утро, друзья. Простите за мой внешний вид. У нас вчера была неплановая жопа. А любовь? В счастье, в радости, в горе, с верниками делиться. Привет всем. Мы с моим зайкой путешествуем через всю страну. Он у меня такой молодец. Он меня поддерживает. Месяц будет долгий. Вокруг я только злые, злые волки. А ты для них заблудшая парашка. Напуганно бежишь. Всем доброго солнечного утра. Время полдесятого. Мы сегодня уже почти готовы ехать. Наша крошка стоит. Попробудка очагенная. Значит, сегодня будет прекрасный день. Должны сегодня проехать больше тысячи. Загадывать не будем. Погнали. Зая, как тебе спалось? Хорошо. Как тебе гостиница? Фон, фон. Гостиница, подвесница. Куда идешь? В кофе. С блинчиками? Да. Надеюсь. Эльсишница. Поздно. Наш завтрак. Ну что, ты снимаешь? Цены, Лиса, предземная, набраться. 280 рублей. Надвое. Бля, сырник один. Жатулок. А любовь? В счастье, в радости, в горе. Сырниками делитесь. Любовь к любовью. Знаешь, что на сырник, понимаете, не покушайся. Новый день. Настроение прекрасное. Завтрак прекрасный. Погода прекрасная. Дорога прекрасная. Погода. 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 Жара. Вчера виделись с моим бывшим коллегой по работе. Теперь уже другом. Алексей. Привет. Погода. Вот. Он нам передал... Вот кто бы подумал, что мы с ним увидимся на Дальнем Востоке. И я не буду на работе здесь. Я просто буду ехать с женой через устран. Ну, в общем, он нам передал вкусняшки всякие. Целый пакет. Целый пакет. Наверное, передал детям. Мы решили, что нам тоже чуть можно. Лёх, спасибо тебе большое. Очень вкусно. Очень вкусный, как это. Спасибо. Сейчас заехали на заправку. А там слип топлива. А у нас осталось две палочки на 60 километров выше. Вот и... Всё. Здесь я буду твой, ты моя, иди сюда. Здесь и началась наша жара. О, наша жара. И я ныряю в море алкоголя прямо с пляжа. Ты прекрасней всех их вместе взятых и без макияжа. Как же меня мажет? Хочу взять и беру тебя. Смертильное оружие. Вот эти твои кружева. Здесь я заждую только тебя, иди сюда. В смесь те у наших с тобой до утра пошла жара. Здесь я буду твой, ты моя, иди сюда. Привет всем. Мы с моим зайкой путешествуем через всю страну. Он у меня такой молодец. Я меня поддерживаю. Мы с ним проедем вообще 10 тысяч километров. Сегодня лагман. У жены плов. Винегрет. И какой-то у меня салат непонятный. 600 рублей. Вчера было 300. Это мне уже не нравится. К западу приближаемся, походу. Вкусный плов. Да. Кафе Хуторок. Вот там где я сниму. Не рекомендуем. Шляпа вообще. 600 рублей. Да. Невкусный. Лагман какой-то кислый. Принесли его холодный. Попросил сметану, забыли. Салат. Тоже, ну морс только нормально. Ну плов ничего, можно есть съедобное. Ну мне кажется, плов испортить, это нужно вообще быть. Короче, по сравнению к вчерашнему Николаю, это прям... Он просто располагается так. Мы проехали кафе, где вдоль наводчиков много было. И потом, наверное, километров 150 просто, мы уже есть хотим. И все здесь, скорее всего, останавливаются из-за того, что просто долго нет кафе. Пропустили уже. Да, и выбрать просто уже не с чего. Все хотят есть и заезжают сюда. Нам вообще не понравилось. Вообще. У нас тут смена экипажа. Моя прекрасная супруга впервые поедет за рулем. Она что-то шея болит. Мне надо ролик демонтировать все-таки. Поэтому я буду демонтировать. А она будет ехать теперь. Пузан. А, что хотел спросить. Вот сейчас мы едем. Связи нет. Пару палочек всего вообще. В принципе, связь. Ну, интернета, я имею в виду, нет. А говнокомментарии в ютубе доходят. У хейтеров у них там что, своя какая-то? Что, нормальные не доходят? Только плохие доходят. У них там, может, своя какая-то волна хейтерская. Своя связь. Что ты? Погнали? Сейчас. Поехали. Подожди. Может, еще что-то будет. Фиги, девосток. 95-й, в Водостоке был 51. Здесь уже 54. Губы попроще сделал. Что ты можешь сказать про дальние... Ой, где мы уже находимся-то? Какая область была? Не знаю даже. Что ты можешь сказать про, не знаю, даже дороги? Такие себе дороги, не хочу сказать. Вот и я жалуюсь. Вообще, котика, ямка, дыры прямо на асфальте. Прямо дыры. Ужас, ужас. Что творится? Вот я не понимаю, на этих заправках это у нас ННК. Половину пистолетов дизельные. Ну, с Владивостока тут в основном, вот я смотрю, одни дизельные тачки едут. А какой? А еще и 92-го нет? А есть 80-й. Кто-то заправляет 80-й бензин? Либо дизель, либо 80-й. И мало колонок в 95-м, поэтому на них очереди постоянно. Может, я что-то не знаю. У меня вопрос к водителям, которые смотрят наши видео. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вы когда приезжаете на заправку, вы вставляете пистолет в бак, а потом идете оплачивать, покупать себе кофе, пописать, пойти покапать, может быть. Или вы сначала все свои дела делаете, точнее, вставляете пистолет, идете оплачиваете, машина заправляется, вы делаете все свои дела, садитесь и уезжаете. Как вы делаете? Я просто вообще не понимаю вот этого. То есть мы стоим в очереди за машиной, он долго-долго что-то там покупает, потом он выходит, вставляет и начинает заправлять машину еще. Но за это время она бы заправилась уже, и люди бы не ждали. Субтитры сделал DimaTorzok А нам по 35 И поняли мы сразу, надо убегать Вокруг полно эмоций, тиктокеров полно А мы купили водку и новые трико Я хочу на дискотеку Что суть юность? У нас тут первое приключение Постояли На заправке с включенными фарами Долго стояли, пока кофе там, наливали туда-сюда Короче, сел аккумулятор Оказывается, у него емкость просто мизерная Вот он успел сесть Попросили, нашли провода Попросили, человек сейчас прикурит Ты устала? Нет Ты что-то хочешь сказать местным дорожникам? Я скажу, что они горели в ад Просто это ужас какой-то Такие вот Ты должен назвать дорогой Эта дорога Какое она состояние Такие вот Тут такие дороги Вверх-вниз, вверх-вниз И вот ты спускаешься с горы И там просто Дыра в асфальте Просто такая, что ты если туда попадешь То Ой-ой Получается, ты попали в эту До потолка Да Особенно вот переезда через речки, ручьи Это Просто жесть К самой дороге, как таковой, претензий особо нет Вот именно Спустился вниз Там либо ручей, либо мост какой-то И вот заезд на него, и съезд И на нем самом Это просто какой-то трэш вообще А у нас еще напомню Кейкар Это, кто не знает Запада, машинки маленькие Японские С объемом от двигателя 0,7 Тремя цивиндерами И там 50-60-70 лошадей У нас там что-то 50 с чем-то И вот ты едешь с горы Такой уверенный в себе На этих точках останавливаешься Почти там до нуля И в горку тебе нужно разгоняться И это очень тяжело нам дает Вот Зай Может остановимся в Макдональдсе Попьем кофе? Да Я бы с удовольствием То есть здесь нету Таких благ цивилизации Уже больше 200 там, наверное, километров Наверное, 300 уже Нет ни одного магазина Вообще ни одного Все населенные пункты, которые есть Они все остаются в стороне где-то То есть на самой трассе нет И в итоге есть только заправки Которых тоже очень мало Ну и там есть кофе Какие-то конфеты Булочек Ну и даже булочек Все То есть вот так что-то себе купить Там В магазине остановиться Ничего нет Ну и цены на заправку Вода там 100 рублей пол-литра Ну то есть Как бы Как бы жесть Сейчас пупкую по вкусной точке Уже прошло полночи А все тут смузи пьют И все надежды тают Что нам сейчас дадут Такси мы заказали Поехали домой А Дима очень пьяный И вроде голубой Я хочу на дискотеку Что вспомнить юность Вот о чем поговорить Спускаемся Вот Ай Почелой тоненький Ну это здесь вот боли на меня Как обычно когда снимать Ну и все равно сильно скорость пришлась Смузи 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 Придется дальше жить Третий день подарил нам Много эмоций Севший аккумулятор Не очень адекватных людей На заправке Что у нас еще было Отвратительные дороги Участок Красивые виды Очень добрых людей На другой заправке Которые помогли нам Оживить машину Ну а так в общем Прекрасный день Еще километров Триста нам нужно проехать К двенадцати ночи Ориентировочных прибытия Месяц будет долгий Вокруг я только злые Злые волки А ты для них заблудшая Парашка Напуганно бежишь Белая рубашка И будто бы залют Но как же тяжко Свергает небо нервно И затяжка Ему не возразишь И хочется скулить И нечего искать И снится снегопад Люди свиньи Я вообще не понимаю Ну почему Мне так тяжело Забрать эту сраную Бутылку с собой Вы же не на руках Ее несете Накинули в машину Приехали там В гостиницу На стоянку Не важно Выкинули в мусор В чем сложность Что в машине мусор Но это же не мусор Это ваша бутылка То есть это же не какой-то мусор Ну зачем так делать Ну вы останавливесь В туалет сходить Там пописать Там салфетка Еще ладно Но бутылки Зачем из машины выкидывать 95 Уже 57 Что будет дальше Там так темно Поехали Боялись Что мы в дождь попадем А нет Асфальт кончился Второй день С женой Разговариваем о том Что Вот такие дороги Это Забота О нас Чтобы мы не уснули Мы не спали Мы ехали Кусочек нормальной дороги Либо так Стоять Все Надо усмотриться Да Чтобы не расслаблялись Два километра Нормальной дороги Потом 10 Такой раз Проснулся Все Сосредоточился И опять поехал Возможно Когда-нибудь Еще будет Хороший Такой измена Была ли коридор Стучали вену Мне кажется Достаточно На это Потрачено Любви Такая пустота Твои теплые Пар стелится Видно? Видно? Пару освещают Как вот так Федеральная трасса Камера не передает Конечно Мы очень медленно едем Чуть-чуть Отпереди Может подпрыгивал Что это? Кто смотрит У нас Краснодарского края Знаете У нас Очень хорошие дороги Это город Могоча В который мы приехали Время Сколько у нас? Почти час Час Время Так как не было Интернета Мы не смогли Весь день Забронировать Что-нибудь Но Надеялись На то Что здесь Четыре гостиницы И что-нибудь Найдем И Ничего не нашли Прижайших гостиниц Нет Километров Наверное В радиусе 100 точек Сейчас мы едем В последнюю Там какой-то полихоз С плохой оценкой У меня даже телефона нет Если там Борода То я Честно Не знаю Что делать дальше Но дороги Здесь Просто Прораживающие В общем В любом направлении Города Что-то Главная улица Что-то Главная Я сам Сиди неба и луна Голая Довольная Луна Голдая Дорога Да и то Не моя За мною Зажигали Города Глупые Чужие Города Там меня любили Только Таня Доброе утро Друзья Простите за мой внешний вид У нас вчера была Неплановая Жопа Как я там уже снимал Приехали мы Поздно Ничего не забронировали Из-за отсутствия интернета Расстояние Здесь до ближайших Пунктов Населенных Просто космические До ближайшей Следующей гостиницы Было 170 километров Мы позвонили Телефон Выключен Хотя я был готов Еще проехать 2-3 часа Лишь бы не спать В машине Потому что у нас С собой ни воды Ни одеял Ничего вообще Нету Короче пришлось Переночевать В 2 мы легли В полтреть В 6 проснулись И будем ехать Дальше До ближайшей кафе Нам сказали Что попить кофе Больше 100 километров Сейчас чистим зубы И 100 километров Я буду слушать Как жена любит кофе По утрам А его нет Будешь поздороваться? Мы кстати Вчера въехали В Забайкальский край Тут уже красиво Начинается Такие горы Прям начинаются Короче все Кайф Кроме того Что хочется Кофе Завтракать Помыть голову Потому что Даже воды Литр у нас всего Сейчас зубы почистим И все И еще пить надо Все смотрите Думаю будет дальше интересно По вчерашнему отчету Кстати не помню Говорил Нет Проехали 1100 за день 15 часов Наверное Дорога Отвратительная Всего проехали Две с половиной Сколько осталось До Самары Не знаю Потому что Интернета Нет Ну потом Два дня Отдохнем В Самаре Надеюсь что Доберемся Все будет хорошо И Поедем до Краснодара Уже всей семьей Бабушка Наверное Поедет с нами Потому что В одну машину Мы не поместимся И потом Планируется Поездка На несколько дней На море С обзором отеля Как-то так Эпик фейл Сейчас расскажу Вчера Короче Купил В этом магазине Где искали гостиницу Такой плов И макароны Ну думаю Если не найдем Ничего Хоть остановимся Где-то в машине Перекусим А он Короче Без этой штуки Вот мы посмотрели На них Облизнулись Съели Какие-то Китайских чипсов И Беспайдол Продолжение следует... Песелая земля Медленно любила Пережон Купая И Ты Улетала В облака Крым И метала Облака Долгая Дорога Бескайфовая Зона Ожидает Дневен Подрыженная Беспросветная Я Сам Собей Небо И Луна Голая Воблака У нас с женой теперь новая фобия, вот эти вот волны на дорогах, так и все это продолжается, но конечно стало получше, помягче, но мы перетармаживаем, мне кажется, перед каждой уже теперь, там у нас доченька в животе, наверное, американские горки, второй день. Кошка, ты что вообще хамела что-то? Он чувствует, что здесь беременная ездит, она тоже беременная. Я не могу сладу, куда бы вы ни ехали. Кошка, э! Нам хватает домашних животных, детей, качка, котят. Киса, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ходи. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Какая нога вообще. Киса. Как бы пожрать, у вас там все заваляло, где в углу. Эээ! Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, давай, малышка, иди. Иди, 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 иди. Мать, мать не обижает вообще. Давай, аккуратненько, давай. Береги себя. Нет, малыш, вставай. Нет. 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 Ты посмотри, я еду с вами, все. Мы, наконец-таки, позавтракали спустя два с половиной часа после пробуждения. Снимать не стали, только атмосферное место. Суровые утрешние дальнобойщики, суровый персонал. Мне даже стыдно заказывать, было такое ощущение, что я к ней домой зашел и прошу, что-то. Что? Что еще? Есть? Такая изба, знаете, как тишина. Пахнет прям дома у старого. Короче, сказали, сейчас вроде начнется больше цивилизации. Наконец-то, это был самый такой участок. Едем дальше. Тебе хотелось скорее сбежать, пролетая ночные огни. Мою душу на осколки разбивать. Твой любимый стиль. Тебе хотелось тупо закричать. Голос громом на сотне меет. Не ради пожара, меня подожги. Подожги, чтобы светить. В темноте мы пляшем танго. Пьем мартини пьянка. И нам тут любить никто не запретит. Цеба любила панка. Моя хулиганка. Если это сон, меня не будит. Кто знает, зачем нужны эти штуки. Сколько едем, не можем понять. Может для снега, чтобы снег не переметал. Но они, мне кажется, забьются под низом и все. Как будто еще и ранняя весна. Еще снег местами лежит, когда снять не получилось. Вот мы с утра проехали 270 километров. За все это время было... О, пейзин загорелся. Было всего две заправки и одно кафе. И чтобы вы понимали, на этих заправках нет ни кофе, ни сигарет, ни стиков. Вообще ничего. Есть масло для машины. Есть только видов. И все. Ни магазинов, никаких, ничего по пути нет. Так что кто поедет, знаете. Можно как можно больше брать с собой. Мне сказали, что сейчас вот-вот начинается уже цивилизация. Тот участок, который мы проехали, бился в Симуар. Но объект был самый большой участок. Без цивилизации. Но мы еще ее не видим уже сколько едем. Уже 150 километров до одного из студии. У нее еще не было цивилизации. Кто видел цивилизацию, скажите нам. Где она? А вот бензин правда плохо. У нас загорелась лампочка и осталась. А, все, уже не пишет сколько осталось. Было 30 километров до сети. Ладно, будем надеяться на заправку. Осталось 300 километров до Читы. И виды за окном вообще. Как будто мы в другую какую-то область въехали. Как будто по Казахстану едем. Степи, нерастительности, вообще ничего. Хотя только что были такие пейзажи. В Забайкале началась красота, началась. Так быстро поменялось все вообще. Причем мы буквально, да, что мы ехали. Свернули в какой-то поселочек. В магазин на заправку заехали. Выехали с другой стороны поселка и все. Другой мир начался. Хотя та же трасса продолжается. Показать пример просто. Остановился даже специально. Так на камере, конечно, не сильно видно. И вот это вот все прочесано. Видите машины? Как так-то? Это вот федеральная трасса. Ладно, там вот мы сейчас остановились до 20 километров и проехали. А кто ночью вот летит 120-140? Субтитры сделал DimaTorzok В темноте мы пляжем танго, пьем мартини пьянка. И нам тут любить никто не запретит. Тебя любила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будит. Только вера, только больше, только грех в моем лодже. Только мне не станет лучше, тут остались мертвые души. Давай просто молчим, подожжем эту ручку. Тебе удобно? Все, пойдемте. Такие деревни интересные, еще полностью деревянные дома почти всех. Кирпичных, там, блочных почти нету, все деревянные. Деревянные заборы, деревянные дома. 200 километров до 4. Увидели гитара, рамушки красивые. Решили бояться посмотреть поближе. Мой пузырной цепь идет, покоряет гору. Высота меренная, метров 20 прошли. Маленькие, она не пьянка. Мой пузырной, з抱иной или дайвай, м한� Teach me, я буду erzählt. Кирпичных, кирпичных, démunPh銀 god. Кирпичные, машинка-карпичные, едва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, съедобно, но хуже, чем у Николая. Ну и так вот. Короче, если другого ничего не знаете, вы можете остановиться. А я танцую здесь по своей вине. И мне так хорошо, и мне так веселей. А я каждую песню пою тебе. И мне так хорошо, в полном клубе людей. А я танцую здесь по своей вине. И мне так хорошо, и мне так веселей. Ну и вечерняя классика. Куда без нее? С плохой дороги. Такая, вы уже устали? Тогда я иду к вам. И почему мне так круто? С тобой во всем под утро. Без темы о том, куда приведет нас мой шрут. Если не знаешь о чем, пишем не просто. Я просто пишу. Всем доброе утро. Проснулись мы в таком огромном, замечательном холодном номере. Душ я принимал тоже, кстати, в холодной воде, потому что она кончилась. Почему-то. Погода нас сегодня не радует. Вчера вечером снимать не было ни сил, ни желания, ни настроения. У нас, как обычно, без сюрпризов уже не получается. Короче, рассказываю. И мне так веселей, а я каждую песню пою тебе. И мне так хорошо, в полном клубе людей. А я танцую здесь, посмотри, ты мне. И мне так хорошо, и мне так веселей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...